Ну что, ребятки, приехали мы на дачу ко мне. Вот основная дорога. Показываю, как мы заезжаем теперь в горы. Ой, какие-то ухабы. Тут, видимо, был сильный дождь. И размыло немножко дорогу. То есть, видите, как бы дорога сама идёт в такое вдаление. А от долины идёт вот такая вот грунтовка, ну, засыпана гравием. Вот, которая идёт в гору саму, где у нас дача находится. Я тут не была с осени, честно говоря. Так, ворота открыли. Сейчас мы их закроем. Я так подозреваю. Траву, наверное, придётся косить. Посмотрим. Какой свежий воздух в лесу. Это просто вообще сказка. Это просто сказка. Свежий воздух какой. Так. Это тоже, да? Закроем сейчас ворота. Здесь должны открываться автоматически. Честно говоря. Ну, у нас села батарея. Это солнечная вот тут панель. Села батарейка. И из-за того, что она села... Там, где-то тут. Должно сойтись вот так. Не знаю, как это закрывать. Ну, короче, вот так должно это выглядеть. Это автоматическая... Ну, когда батарея заряжается, вот эта батарея, аккумулятор стоит от этой панели. Сейчас много очень листвы, поэтому панель не успевает набрать. И вот это вот все дело должно присоединяться к воротам. Вот. И автоматически открывается, нажав там вот на код, видя. Вот. И я приехала этим заниматься, вот этими воротами. Определю сейчас, что там с батареей не так. И они сами открываются, а сами закрываются. Была такая морока с этими воротами. Заказывать их, доставлять сюда и так далее. А это уже я придумала вот эти вот, сделать эти, как их... Ну, вот эти вот столбики, которые сделаны из камней. Придумала такой дизайн сама. Вот. А на ней еще вот эти фонари горят. Они солнце... На солнечных батареях. Эти фонари. И ночью, когда сумерки наступают, они начали заряжаться. Вот смотрите на них. Вот такие панельки, как бы, сверху солнечные. Они заряжаются днем, а ночью они начинают гореть. И очень красивыми, такими, знаете, язычками. Вот и вот, получается, такой въезд. Еще есть калитка. Вот здесь. Значит, если тут вот эти, допустим, оба хрени, вот эти опущенные. И замкнутые. Там есть такой замок специальный. То можно заходить через калитку. А так они автоматически должны открываться и закрываться. Но этой панельки маловато солнечная. Она не хватает надолго. Вот какой-то... Зимой хватает, потому что нет листьев. А потом тень наступает. Они не успевают заряжаться. Ждем, когда появятся олени. Олени! Вы где? Сколько работы было с этой дачей? Вы не представляете. Мы тут столько ремонтировали. Я говорю, купили у американцев. Было просто загажено все. Место очень красивое. 52 акра земли. Красивейшие горы. Воздух просто потрясающий. И было все просто очень сильно загажено. Сейчас мы подъедем поближе. Я вам покажу. Так, ладонца. Давайте пройдемся. Я вам покажу, что тут почему. Пока не стемнело. Ой, какая тишина. Если я не уехала в Россию, я бы тут жила. Эта сетка упала. Видимо, был сильный ветер. Здесь для игры в этот... Ну, ровно такая площадка натуральная. Ничего мы с ней не делали. Сама по себе. Площадка. Нужно подцепить, короче. Видимо, Мада, шторм был нехилый. Раз оно сорвало. Вот чем я люблю Оклахому и горы. То, что здесь просто тишина. То есть, ты где на Петегийских двух акрах. Потом напишу, сколько это в этих килограммах. Отопление, смотрите. Ну, у нас электрическое. У нас вот электричество идет, как бы, это городское. Но если с электричеством Марокко, или вы хотите там что-то делать, вот это пропановое. Для пропана стоит... Как она, цистерна. И на цистерне все пользуются, у всех газ. Таким путем. Так, у нас вот забор. Есть. Я смотрю, что открыты ворота. Видимо, люди, которые здесь были у нас в гостях в последний раз, они их зачем-то открыли. Непонятно, нахрена их было открывать. Никто их не просил их. А может, ветром открыли. Это тоже все наша территория. Там гамак. Это для шашлычков. Ну, мы туда обойдем. Просто посмотрите, как красиво. Я говорю, вот что, чем Америку, конечно, наделил Бог, это природой. Природа потрясающая. Вот. У нас, конечно, в России не хуже. Я бы сказала, наверное, даже лучше. Вот. Но мне здесь, конечно, по сравнению с Техасом, намного гораздо больше нравится, потому что ты приезжаешь, ты вот реально на природу. Смотрите, какая тишина. Медведи, кстати, тоже тут есть. Вроде бы завелись тут медведи. Может, был сильный дождь, и даже шум мокрый еще все вокруг. Видите, такой свежий-свежий воздух. И часто, часто олени приходят. Это, знаете, прям много. Здесь пруд у нас. Вот такой. Вот, видите, хозяйство. Ну, мы тоже до той горы, это все мое. О, воды много было. Было в том году этот пруд прямо... Ой, опять еще одно дерево пропало. Вы знаете, что-то начали пропадать вот эти сосны. Это было нормальное дерево. Я смотрю, что оно тоже как бы... Мы вызывали человека, который все вырубывал вот эти елки, которые были пропавшие. Было штук пять пропавших. Но смотрю, что еще одно появилось пропавшее. Воды залило. Много. Было одно время, что он подсыхал пруд. А сейчас я смотрю, что аж туда разлилось. Видимо, проблемы с подсыханием нет. Здесь можно ездить. Вот это все туда. Я туда не пойду, конечно, там могут быть медведи. Вот. Но это тоже наша территория. Еще не побрызгалась от этих... От укусов. Вот там вот крик такой для ручья. На большом расстоянии от меня... Но есть на ту сторону от шоссе. Вот значит шоссе. А от шоссе сюда люди идут, живут. Дорога в горы. И в ту сторону, в долину. То есть, в принципе, соседи есть. Не то, что, знаете, как бы ты приехал, ты вообще один тут живешь в лесу. Но вот мы сдаем его, значит, в аренду, да, когда мы здесь не находимся. Airbnb. И этот, людям нравится, потому что у нас здесь, ну, просторно, да. Они приезжают на своих каких-то таких вот, four wheelers называется, на четырех колесах такие, ну, мотоциклы такие, на четырех, как они называются? На четырех колесах такие мотоциклы гоняют. Вот. Они на них приезжают, и вот это вот, туда вот воры, ишь, погнали. Бон, это гора. Это тоже наша гора. Называется Little Mountain. Маленькая гора, хотя она нифига не маленькая. Это часть Кимичи, Кимичи Маунтенс. Кимичи Маунтенс это часть вот этого заповедника, этих чоктау, индейцев. И названия тут все такие странные, потому что это индийские названия. Внутри дача тоже классная. Мы ее ремонтировали, вообще полностью переделали. Все, крышу снаружи покрасили, кондиционеры поставили. Было такое убитое. Посмотрите, у меня там видео старое есть, я показываю дачу до и после. Вложили 200 тысяч долларов наличными, я вложила своих сюда. Так, а здесь люди играют в этот волейбол, когда приезжают к нам гости. Я приехала, привезла, как называется, сухуай. Короче, ничего не закрывается. Странно, раньше вот эта палетка закрывалась. А, надо поднять, а не повышать. Что-то я не так сделала. Или не переставили, не пойму. Такое ощущение, что поставили в эту сторону, а была в ту сторону. Стояла. Перевыстр. Надо разобраться, почему. У ворота. А, вот так. Ну, не то, что, конечно, там, я боюсь, что придут какие-нибудь на нас олени. Ну, на всякий случай. Они перепрыгивают, всякий сказать. Видите, забор стоит с колючей проволоки. Ну, это больше номинально, скажем так. Они все равно, если им захочется прыгнуть, они перепрыгнут. Вот это септик. Вот для септика стоит хрень. В горах, то есть тут, естественно, никакого центрального, ничего нет. Кондиционер стоит новый. Надо почистить. Стол нам 15 тысяч долларов. Это кондиционеровое отопление. Так, я лежу, какие-то ветки попадали, которых не было. Значит, пилить надо будет. Тут вроде все нормально. Потому что, я говорю, был сильный штурм. Видно, по количеству воды. Да, этих веток не было. Но они зато замечательно пойдут теперь на камин. И сюда дополнительные ветки. Так, что у нас тут за гамаком? Люди катаются на гамаке, но мокро. Хороший гамак купила. Знаете, уже год провисел. Он такой с полистирола. Не стала брать вот такие, знаете, веревочные. Они темнеют быстро. И этот... Надо будет подлежать. Прямо хочется полежать. Я на два дня приехала. А почему? А потому что, во-первых, в понедельник приезжают уже у нас люди, сдано в аренду. На неделю. А потом еще вторые на неделю. А во-вторых, в субботу я иду, догадайтесь, куда? Я иду с Трампом встречаться. С Трампом и с нашим губернатором. А вот это вот ночью горят эти фонари. Фонарики. Я, кстати, покажу ночью, как будет. Качели у нас тут есть. Пахнет чем-то таким очень вкусно. Надеюсь, у меня аллергия не вырезает. Но это все делаю. Очень пахнет. Ну, здесь вот жарить шашлычки можно. Все придется завтра чистить. Все в пыльце в какой-то. А, цветет какая-то хрень. Вот урасти. У меня, по-моему, в том году, в это время, весной была аллергия. Вот. И здесь сидишь, кушаешь, смотришь на горы. Сейчас их видно плохо, потому что они закрыты листом. Соответственно. Это гараж на 4 машины, наверное, могут влезть туда. Вот мы там храним всякое такое нужное нам. Всякие нужные нам вещи. Мы когда купили, это были, здесь жили американцы пожилые. Потом они, значит, ну, дети их забрали. Я думаю, что забрали их в этот, в дом престарелых. Они здесь долго жили. И мы этот дом вообще переборудовали. Полностью это спутниковый интернет стоит. Сейчас потом зайду внутрь и покажу вам, как внутри. И мы вот этот гараж построили с нуля. Жалко крышу. На нее постоянно падают вот эти всякие, этот, деревья, штуки, вымазывают эту крышу. Вот эти белые мои красивые вот эти стены вымазываются. Так, сейчас проверим уборщицы. Мусор вынесли, мусор вынесли. Мусорка пустая стоит. Найс. Ничего такого падать. Кстати, смешно. Я сейчас оставляю мусорку для квартира, ну, этих, которые, гости, которые, это, это, Бенбегес, да. Оставляю мусорку. Вот они вот выходят туда, говорят, где мусорка, мы не можем найти во всем доме мусорку. Там внутри есть мусорка для домашней, а это для таких экстрем. Если у них большая компания, много мусора. Она говорит, вот стоит мусорка, вот вы стоите. Вы что, не видите слепые? Почти не один раз еще. А мы не хотим ставить мусорку близко к дому, чтобы какие-нибудь муравьи не прилетели, не прискакали. Если вы меня спросите, не жалко ли мне это все хозяйство? Очень жалко. Ну, в смысле, что переезжать в Россию, да, и вот это все придется продавать. Это тоже вся земля наша, и вот это все земля наша. Вот, а это вот в чем находится пропан. У нас стоит этот центральный, как его, кондиционер центральный. Мы сейчас отапливаем, надо мыть, завтра придется все это шлангами обмывать. И мы все это теперь отапливаем центральным кондиционированием, то есть отоплением электрическим. Так, это какие-то куски остались, надо было их вытянуть в мусорку. Не знаю, почему не выброшено. Нужно быть в мусорке. А до этого, вот, когда жили здесь американцы, они отапливали вот этим пропаном, который там 400 галлонов пропана, но год, в принципе, хватает. То есть отопления у них другого не было. Вместо кондиционеров у них были в окнах кондиционеры. И пришлось нам все менять полностью. Крышу новую, септик ставить. И мы газом этим почти не пользуемся, только для камина. А это я придумала эту лавочку, даже ставила видео, как сделать лавочку из гамнопалок. Кстати, взялась из шлаковлока, из дырочки. Купили вот такие доски. И надо, наверное, покрыть их заново чем-то. Они, по-моему, блазят уже. Не, по-моему, осталась такая морилка. Надо покрыть. Вот. Кресел меньше становится. Видимо... А, вон еще одно там. Ломаются, потому что... Ну, гости, вы знаете, вы видели по 300 килограммов таких жиртрестов? Если такие американки приезжают, они эти кресла быстро рвают, быстро рвают. Уже одно ремонтировали, одно разломали. Пришлось вообще выкинуть его. Это стоит, я так чувствую, что в дыхающем состоянии. Не знаю, почему будет стоять лопата, но тут вообще не должно находиться. Это лопата. Это игры в дротики кидать. Для них там есть дротики вон в том ящике лежат. А это вот с дыркой. Это корнхолл. Ставите такую, как бы, эту фигненку под наклоном. Составим нас две их. И мешочки с песком кидаются в эту дырочку. Прикольно очень. А этот стол выполнительный поставили, потому что бывает приезжает много людей. У нас три спальни и огромный зал. И бывает приезжает много людей, они не помещаются за тем столом. Приходится сюда. Вот. Ну, второй репортаж будет изнутри. Это снаружи вам показала, чтобы вы видели. Я это место, конечно, обожаю. Тут просто реально можно отдыхать душой. Вот так выглядит. Пригни, ну, тут все надо мыть. Это вот спальня, да, хозяйская. То есть вот одно окно и второе окно. Ну, когда вы ложите спать, я обычно на ночь открываю эти все окна и жалюзи открываю. Вон, видите, горы. Сейчас покажу. И солнце садится. Я обычно тут качаюсь на качельке и просто наслаждаюсь звуком леса. Смотрю на это садящееся солнце. Комары уже меня обнаружили. И все. Вот я вот приехал и на всех плевать. Если люди приезжают с детьми, то они ставят сетку и играют этот. Вот это значит уже все в ход. И я сейчас пойду, а вам потом сниму отдельно видео из-за... изнутри покажу вам, как все выглядит внутри. Посмотрите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok